Приветствую православные! И вот 16 ноября, среда, и мы с вами продолжаем на площадке русской конописной школы читать Евангелие с церковью. И сегодня церковь в качестве рядового, не только мученикам, но и рядовое сегодня есть, где мы условили читать рядовые чтения, читает 61-е зачало Евангелие от Луки, 11-я глава, 42-го по 46-й стих. Сильно короче, чем вчера. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, если я нам бежит делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, учитель, говоря это, ты и нас обижаешь. Но он сказал, мы вам, законникам, горе, что налагается на людей времена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Это продолжение вчерашней темы про то, что если, а что если, да, страшное предположение, свет, который мы находим в себе, на самом деле тьма в сравнении со светом Господа. И вот тут Господь указывает на интересное. Даете десятину смяты, руты и всяких овощей. Ну, то есть благочестивый человек, он хотел соблюсти прям все. Да, не просто 10% с доходов. Вот у меня получилось столько-то серебра дохода в этом месяце, поэтому десятую часть от этого серебра я отнесу на храм. А если человеку подарили, например, свитер? А если человек выиграл в лотерею, а если человеку, ну, там, пришлось вступить, ну, пришлось, случилось вступить в права наследства, то это же тоже нужно посчитать. Вы представляете, человеку сказали, а вот у нас урожай, возьмите, пожалуйста, вот 500 грамм тмина. И человек берет, и тмин прям десятину отделяет. Представьте, что вы от перца перчинки отчитываете, да, или от приправы, что вот ровно десятую часть, причем надо дать ровно десятую. Нельзя сказать, господи, тебе даю половину. Ну, все-таки мы не в такси, да, чтобы сдачи не надо. А дать меньше, это значит немножко обмануть. Господи, это десятины. И тут раз, молния, так, бах, кучка пепла, и священник проник. Да, надо перевзвесить. По-моему, он дал меньше, раз с ним такое случилось. Ну, понятно, да, что дать больше, это некое пренебрежение, как к официанту или к человеку, который как бы вот, ну, любезнейший, вот вам чуть сверх на вашем, на чай вам, да. А дать меньше, значит обмануть Господа. И они даже приправы вот так вот разделяют. И, заметим, недоумения продолжаются. Но перед этим Господь говорит, и сие надлежало делать, и того не оставлять. То есть, сначала мы все начинаем как фарисеи. Сначала надо бы соблюсти букву. И только потом мы доходим до того, что иной раз надо соблюсти дух, пренебрегая букву. Но недоумения продолжаются. И некто из законников сказал, мучитель, говоря это, ты и нас обижаешь. То есть, ну, как бы шутить про то, какая коррупция у нас, знаете, среди учителей, можно. А про медиков не надо, мы тут врачи. И что вы тут нам про поборо-то в больницах, да. Или там шутить про мужскую тупость, это да. Но вот сказать, что не только мужчины тупые, вот это уже было оскорбительно. Тут вот мы соглашались, соглашались, а сейчас уже нет. Итак, говоря это, ты и нас обижаешь тоже. Вот свет, который у нас. Ну, правильно, да, давай, расскажи им правду, вытащи все их недостатки на свет. А вот у нас, у нас это по необходимости. Ну, собственно, пусть это и будет темой для размышления о том, что вот свет, который в нас, он нас толкает слишком часто на соблюдение формальности. Хотя, для нас это дорогие формальности. Ну, отделить десятую часть от имбиря молотого и от кофе в зернах, да, посчитать все зерна, сколько у вас кофе в доме есть, и десятую часть пожертвовать на благие дела. Ну, Господь говорит, и для кого-то и это вид служения, но оставлять духа и угошать дух тоже не следует. Это и пусть будет темой для размышления. Берегите себя и возвращайтесь завтра просто.